День 17 Ну что ж, пришло время проверить рецепт бананового мороженого Рецепт крайне прост, как вы уже обратили внимание, я обожаю простые рецепты Значит нужно было очистить, порезать и заморозить 3 банана Я взяла такие спелые бананы И к ним необходимо теперь добавить 100 граммов молока Все по рецепту в этот раз я делаю, видите? Вот, 100 Идеально Так, теперь смесь молока и банана замороженного Нужно всего-навсего взбить блендером Все Вот такое мороженое получилось Сейчас я буду его пробовать Похоже вроде, если его еще немного заморозить Так, ну что Похоже на мороженое, я же говорю, еще немножко его сейчас я подзаморожу В меру сладкое Ну не очень сладкое Но очень насыщенный вкус банана Резюме Как Пеппе рецепт хороший Достаточно бюджетно В приготовлении очень просто Но по вкусу, вот лично мне, не очень Сильно насыщенный вкус банана И поэтому много его сразу не съешь Хотя, с другой стороны, если его много не съешь, то может быть это и хорошо Поэтому приготовьте и сами уже для себя решите Вот пока не попробуешь, не поймешь Это очень такой индивидуальный продукт Банановое мороженое Кроме того, я еще обещала поделиться рецептом другого Настоящего мороженого Оно реально по вкусу Как фабричное, даже, наверное, лучше фабричного И там тоже все предельно просто Нужно взять 500 мл жирных сливок Чтобы жирность была именно 33% Не меньше, по крайней мере И 300 граммов сгущенного молока Эти продукты, они должны быть сильно охлажденными Смешиваешь их в миске И взбивать нужно миксером на самой высокой скорости Ну а потом эту получившуюся смесь Нужно поставить в морозильную камеру Чтобы оно застыло По вкусу можно туда добавить и изюм, и какао Ну, в общем, что хотите Это прям супер рецепт Проверенный неоднократно И получивший хорошие отзывы Сейчас буду замешивать тесто на вареники Я вычитала в интернете, что оказывается Его нужно на всю ночь заморозить Вот именно тесто на вареники Я впервые, если честно, такое слышу Но сейчас проверим и этот лайфхак тоже Мне, например, наоборот всегда казалось Что тесто, оно должно постоять-то минут 20 И лучше сразу из него лепить А тут именно в рецепте написано, что именно в морозилку его нужно еще и на всю ночь Не просто там на часок в холодильник Нет Тесто я целенаправленно замесила чуть-чуть Во-первых, потому что у меня получилось совсем немного начинки Ну, а во-вторых, вдруг не получится И придется переделывать, чтобы не переводить продукты Сейчас оно немного постоит Так сказать, разойдется И тогда я его уже заморожу Достала я из морозилки тесто Ну, что-то мне кажется, это плохая идея Надеюсь, я заблуждаюсь И получатся нормальные вареники Ну, хорошо, что их будет мало Вот что теперь с ним делать? Ждать, пока оттает, да? Ну, пусть оттаивает Я уже готова лепить вареники Мое тесто готово Если его будет мало И останется начинка То я решила, что это будет даже интереснее Тогда я приготовлю еще немного теста Но уже не буду его замораживать И тогда сравню Есть ли разница Когда лепишь вареники Из замороженного теста Или не из замороженного Именно вареники с капустой Распадаются они, не распадаются В общем, сейчас все проверим Для начинки я буду использовать Квашеную капусту Которую я еще предварительно стушила Попробую слепить вареник Посмотрим Как ведет себя это тесто С этой начинкой капустной Это уже третий вареник Который я леплю И нормально, эластичное Эластичное тесто И нормально оно так склеивается Посмотрим, как оно еще будет вести себя При варке Но пока вот это вот Замороженное и размороженное тесто Мне лично нравится Успех, конечно, зависит еще и От того Насколько удачно было Замешано тесто изначально Ну, я по-своему его замешиваю Рецепт я когда-то уже показывала Можете посмотреть по ссылке Такое же, как на вареники с картошкой И на пельмени оно подойдет И на вареники с творогом Это и все вареники, которые у меня получились Не пришлось ничего дополнительно замешивать Я распределила тесто и начинку Отправлю я их в морозильную камеру Проверка лайфхаков с заморозкой Продолжается Вот я отварила вареники с капустой Плюс ко всему Поджарила к ним еще лучка Обязательно, по всем правилам Вот так это Будет выглядеть блюдо Очень просто Ну, классика жанра, хочу я сказать Сейчас попробую Какое же тесто После заморозки, да Очень мягкое Они абсолютно Не расклеились Не распечатались Начинка вся в середине Вот, смотрите, абсолютно Каждый вареник я покажу То есть Мне этот вариант Этот лайфхак, конечно, понравился Естественно, я, конечно, следила Чтобы не переварить вареники Потому что я неоднократно говорила Что вареники и макароны Главное не переварить Вот я не переварила, но и они не расклеились Так что обязательно Замораживайте тесто Перед тем, как лепить вареники Ну, в частности, с капустой Там в рецепте было написано Именно о варениках с капустой Пришел черед для еще одного блюда Сейчас из этого замороженного кефира Попробуем сделать сыр Филадельфия Его нужно откинуть на марлю Подгнет И в принципе все 3,2% Я возьму вот этот пожирнение Потому что Мне его рекомендовали Попробовать из него Сделать сыр Филадельфия Конкретно этой марки Посмотрим, сколько получится сыра Сейчас здесь 910 граммов И мы потом взвесим уже готовый продукт Сейчас я его вскрою Ух ты Там написано, что лучше взять пожирнее кефир Ну, я выбрала 3,2% Есть еще рецепты из сметаны Но пока попробуем вот этот из кефира Так Выкладываем его На марлю Вот у меня марля Потом нужно будет еще На сито И как бы подгнет Чтобы лишняя жидкость стекла Написано, что Из этой сыворотки Которая с него стечет Можно даже пожарить Какие-нибудь блины Или оладьи Ну, я не знаю Получится у меня это или нет Посмотрим В общем Оставляю вот это Сейчас оно немножко подтает Я потом так его заверну И отправлю стекать Пришло время смотреть Что же у меня получилось Я отсадила кефир И вот это и все Что у меня получилось Было 910 граммов кефира И вот столько получилось Этого сыра Филадельфия Домашнего Сейчас проверим На весах Итак 222 грамма Но следует учесть Что здесь еще Влажная марля Которую я сейчас попробую Отделить Я не знаю Я просто никогда Ни творог Домашний Так не делала Ничего Вот смотрите Какой он получился На вид И так Тут еще немного На марле есть Все, сейчас так Струшу 150 граммов Видно вам 150 граммов Получилось Этого сыра Домашнего Эти 150 граммов Домашней Филадельфии Обошлись мне В 2710 Столько стоил Трехпроцентный кефир В тот день Фабричную Филадельфию На Новый год Я покупала По 62,50 Тогда была акция В тот день А вообще Она стоила 88,50 За 175 граммов Ну конечно Это выгоднее И намного Ну в 2 Даже в 3 раза Но сейчас попробую Какова она на вкус Это Филадельфия Да Это творожный сыр Да Или какой-то Нетворожный Ну Не знаю Сейчас попробую Вот так вот Мне напоминает Он Творог Готовится Крайне просто Но сейчас попробую Мне кажется Ничего общего Со сливочным сыром Этот творожок Не имеет Ну творог Самый обычный творог По вкусу Ну возможно Надо было добавить соли Я не добавляла Вот Он даже по структуре Напоминает творог Меня не переубедите Что можно из кефира Сделать сливочный сыр Нет В общем В общем Мой вывод таков Что ничего общего Эта субстанция Со сливочным сыром Не имеет Вы уж извините Нет Даже вот по структуре Видно Что это всего-навсего Творог Просто Творог Видите Ну это никакой Не сливочный сыр Может если бы я никогда Не пробовала Сливочного сыра Я бы сказала Да Да Это Сливочный сыр Почему Ну Филадельфия Это же сливочный сыр Филадельфия Это не творог Нет Мне кажется Вот так на марлю Процеживают Именно Творог Вот я когда домашний Покупаю Иногда на нем Видны такие вот Отпечатки Марли Это творог Да Может он не такой Кислый Как Если бы он уже Несколько дней Простоял Кстати Мне однажды Моя подружка У нее маленький ребенок И она мне говорит Сама готовлю творог Я говорю Ой Да его же так сложно Да нет Говорит Кефир на марлю Говорит Процедила Вот тебе и готовый Творожок Вот сейчас я смотрю На это свое Произведение Да И вспомнила Сашины слова Саша тебе привет Ну Есть можно Есть можно Как творог Мне просто Впервые его посоветовали Когда я готовила роллы Проверила Буду ли я еще Когда-нибудь Такое готовить Ну Как творог Вполне Как Замену Филадельфии Вряд ли Скорее всего Нет Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...